Помимо американских выборов, что-то может серьезно повлиять на все, что будет в 2024 году происходить? Это будет зависеть от того, какую Запад и США выберут стратегию в отношении России. Будут выбирать, будут, исходя из оценки имеющихся вводных, будут выбирать. Эта стратегия может быть, а, позиционная война с поддержкой Украины, сокращающейся, но все же поддержкой. Б. Это введение в бой европейцев. А третий вариант – это попытка выйти из конфликта, бросив Украину и объявив это победой, как в случае с Афганистаном. Но это самый, на мой взгляд, маловероятный вариант. То есть, мне кажется, что что-то будет между первым и вторым. То есть, либо будут пытаться все переложить на европейцев и затянуть конфликт, либо же будут по-прежнему толкать Украину в спину до тех пор, пока она просто не закончится. Война до последнего украинца. Вот когда закончится, тогда они могут объявить о начале переговоров, о том, что необходимо беречь людей. А нам это надо. В следующем году деньги тоже будут. Здесь не нужно как бы очаровываться. Конгресс даст денег, европейцы что-то подкинут, но, конечно, в гораздо меньших масштабах. Это нужно понимать. Украину никто не бросит, но денег ей будут давать меньше. Это дает возможность для нас продолжать успешно войну в 2024 году. Подчеркиваю, именно успешно. Я, мой прогноз на 2024 год, что в 2024 году война, скорее всего, не закончится, потому что наши цели амбициозны, очень амбициозны, на которые намекал наш президент и целый ряд других уважаемых персонажей. Надеюсь, без эскалации. А смысл без эскалации? Вот, а вы как? Ну подождите. Сейчас мы получили тактическое преимущество и с точки зрения техники, и с точки зрения людей, и с точки зрения западной усталости от Украины, что дает нам возможность сделать целый ряд успешных наступательных операций в 2024 году. Для чего? Вот то самое, о чем говорили. Выборы президента США приходят к власти людей там, Трампа, естественно, которые будут настроены на какой-то переговор о переговорах хотя бы. И к этим переговорам нам нужно выйти с такими границами, которые нас хотя бы более-менее устроят. Я не говорю, что в 2023 году, в 2024 году мы пробьем территориальный выход Приднестровья. Вряд ли. Но, по крайней мере... Совершенно не обязательно они будут готовы к переговорам, к сожалению. Ну, по крайней мере, они будут готовы к переговорам о переговорах. Если Москва достигнет успехов, то это будет символом с ней быстрее договариваться. Понятно. Мой прогноз 7 лет от сегодняшнего дня. 7 лет? 7 лет. Я согласен с Боррелем и Шульцем, что это надолго. До последнего украинца, не знаю, кто из нас доживет. Их много. Нам теперь придется проверять ваш прогноз в 2020 году. Извести достаточно сложно. Тем более, что, насколько я понимаю, ни российское политическое, ни военное руководство не готово принять тот сценарий, о котором я в прошедшем году говорил. Значит, ситуация с выборами в России, она настолько предсказуема, что я даже не стал бы ее обсуждать. Последствия. Не результаты, а последствия. Ну, Путин же тиран мировой. Извините за цитат. Может, и будет, но общая тенденция сохранится. То, что Россия развивается экономически, а жизнь здесь все хуже, это... А что, вам кому кажется, что ли? Меня вот каждый раз на концерте спрашивают, уточните, пожалуйста, у Сытина, какое количество у него костюмов и очков разнообразных. А вот хуже живется, Александр Николаевич. Примерно около дюжины, но... Вот так вот. Коллеги, у кого из вас двенадцать? Довольно не пополнялась коллекция, да, Александр Николаевич? Понятно. Чувствую вашу боль. Через... Хорошо. У палати особо не нужно. Коллеги. Продолжение следует...